С нами на связи известный американский политолог Раймис Юнус, которого мы очень рады видеть. Господин Юнус, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время для нас. Витаю вас, дякую за запрошение, рад вас видеть, в добром здравии. На самом деле давно мы не виделись, приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава! Господин Юнус, я должна сказать, что с удовольствием слежу за тем, что вы выкладываете у себя на фейсбуке. Ну и, конечно, я думаю, те, кто слушают вас, слушают ваши интервью, прекрасно знают о том, что вы были в Азербайджане. Мы не просто были в Азербайджане, добрались до Шуши. И я думаю, что море эмоций, наверное, было. Вот давайте об эмоциях, о впечатлениях, о том, как... Как, может быть, наверное, снова вернуться домой, если позволите, даже так сформулировать. Да, серьезный вопрос, это жизненный, можно сказать, вопрос для меня. Может быть, даже в это есть вопрос, когда вот человеку... А в чем смысл жизни, да? Вот я, например, сейчас, когда вернулся после 21 года эмиграции, и непосредственно сразу в Карабах, и непосредственно, я Шушу увидел, понимаете? И освобожденную Шушу, вот прошел, и буря, муря эмоций, как вы говорите. И я понял, что жизнь прожит они не зря, поверьте мне. Вот, и эмигрировать ради этого, иногда с обидой, может быть, несправедливо эмигрировать. 21 год потери общения с Родиной. Но, как говорил Есенин, это одно из моих любимых стихотворений, лицом, в письмо к женщине у него такое есть, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Вот все то, что большое у меня связано было с Родиной, вот я смог ощутить на расстоянии 10 тысяч, находясь здесь 21 год, а потом, вот придя туда, увидев освобожденную Шушу, освобожденный Карабах, пройти через вот эту бурю эмоций, когда я видел вот это место, где погибали в огромном количестве, земля обогренная кровью, так сказать, да, психологически очень тяжело, и в этот момент и Азан еще, и мечеть оказался в той самой легендарной. Вот, и оттуда я дал свое эксклюзивное интервью, именно первый интервью делал именно для украинского канала, вот, для меня это было очень важно, потому что очень много параллелей, и очень важно, чтобы вы, украинцы, дорогие, понимали, сколько много общего для понимания того, через что прошел Азербайджан, как это все у нас начиналось, как это мы пришли вот к этой победе, и наши ошибки, и наши плюсы, и наши минусы, все, нужно это понимать. И, конечно, я вчера уже впервые после месячного перерыва был уже один раз в эфире, и я там высказал такую мысль, хотя я ее сказал в кругу близких друзей. Первый раз в жизни мы вот шесть близких, так сказать, азербайджанцев собрались, собрались в мою честь там, некоторых из них вы знаете, даже двое из них были в вашем эфире, точнее трое даже были, Ельдар Намазов был, бывший помощник президента, Тофик Зульфугаров, бывший министр иностранных дел, Фархад Мамедов работал в свое время в аппарате президента, и Резван Гусейнов, и Агиль Рустамзады. Вот эта компания, которая сейчас собралась, так сказать, экспертное, так сказать, сообщество, мозговой центр, как я их всегда называю. Вот мы собрались, шесть человек, вот так мы, вы даже не поверите, мы вот первый раз в жизни, вот мы все стали и тост произнесли за победу. То есть мы не жили, конечно, 9 мая 45-го года, мы не знали, как это все бывало, но сам факт того, что вот именно мы это ощущали, потому что это на самом деле совершенно другое состояние, потому что это твоя родина. Мы прошли все основном вот эти Максакалы, да, мы это старшее поколение, я, Эльдар и Тофик, мы видели Первую Карабахскую войну, мы видели поражение в Первой Карабахской войне, мы знаем, через что прошли мы, в чем наша вина, у нас был разброд и шатание, борьба за власть, Иран с одной стороны проталкивал своего, Россия своего, внутри у нас борьба за власть, вот это все, и мы в результате потеряли 20% территории, мы потеряли сам Карабах, мы потеряли огромное количество людей, и кроме этого миллион беженцев, и еще помимо этого мы были наказаны, нас еще наказали, мало того, что нас заставили подписать позорный бешхекский протокол, против нас еще ввели санкции, и Соединенные Штаты, в том числе, 907-ю поправку против нас, демократического на тот момент правительства вроде бы, да, как будто мы, то есть, когда говорят демократия, автократия, поэтому настолько это лицемерно звучит, и эти же все страны, Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки, сегодня, скрипя зубы, вынуждены признавать нашу эту победу, потому что и тогда международное право было на нашей стороне, и сегодня оно на нашей стороне, но тогда мы оказались наказанными, мы тогда проиграли, и ничего такого не изменилось, я имею в виду, в международном праве, но мы сегодня победили, и никто не выступает против нас, потому что мы взяли все свое, своей собственной кровью, за все собственные силы, то есть мы стали субъектами международной политики, это очень важно вам понимать, поэтому я эти параллели буду регулярно доводить до сведений украинской общественности, чтобы вы понимали бы, где ваши слабые моменты, и где ваши возможные сильные места, над которыми надо работать, и которые надо убирать, и вот когда я уже оказался там, когда дал это интервью, и вот после этого, когда оказался еще, можете сказать, по городу Баку, когда я стал ходить, я уже говорил о том, что я не публичный человек, я все время был за кадром, и мне так было всегда легче, понимаете, управляющим делами, да, есть дела, надо им и управлять, финансы, бизнес, и вот такого типа аппаратная работа, она требует тишины, она не требует, она не любит публичности, да, это реальный как раз таки, реал политик, как говорят, я спокойно мог выходить по городу, гулять, и мало кто меня узнавал, кроме, ну, номенклатурных работников, которые со мной могли работать, но эти номенклатурные работники пешком не ходят, как вы знаете, да, поэтому мне было довольно вольготно гулять по своему родному городу, но сейчас, когда я приехал, вы не поверите, последние четыре года я все-таки ушел в публичную политику, вторая Карабахская война, потом вот украинская война, российская агрессия против вас, и вот каждый день я в эфире, и я уже, знаете, приятно было эмоционально, ко мне подходят, обнимаются, целуют, да, говорят добрые слова, фотографируются, но я не мог вообще двигаться по городу, это чисто эмоционально, мне приятно было, потому что, конечно, я понимал, что, значит, что-то я сделал, значит, недаром жизнь прожил, раз вот такая оценка идет, но с другой стороны, я понимал, что это дополнительная большая ответственность, потому что завоевать победу, это очень тяжело, конечно, да, но теперь ее удержать и двигаться дальше, потому что все не кончилось, да, потому что мы видим, какая турбулентность сегодня в мире, мы видим, что творится, предтеча Третьей мировой войны, и это предтеча Третьей мировой войны, если я взять последние, так сказать, три года, это Вторая Карабахская война, российская агрессия, против Украины, вот то, что сейчас на Ближнем Востоке, и возможные перспективы азиатско-южно-тихоокеанский регион, Тайвань, так сказать, да, и это все в конечном итоге может вылиться в полномасштабную Третью мировую войну, поэтому я ее называю предтечи, да, и вот в этой ситуации очень важно понимать, как вести себя Азербайджаном, как вести себя Украине, как вести себя вот тем странам, которые в той или иной мере завязаны на этом регионе, поэтому, когда мы смотрим на российско-украинскую войну, мы должны понимать, какая идет геополитическая борьба, когда мы смотрим на Южный Кавказ, мы должны понимать, как это может отразиться и в этом регионе, я имею в виду логистика, действия США, Франции, Евросоюза, Китая и всех других стран, и также Ближний Восток, посмотрите, как там тоже идут определенные процессы, и мы должны это все смотреть в чисто вот геополитическом, так сказать, масштабе, да, и поэтому возвращаясь к началу вашего вопроса, то есть чисто человеческий момент, эмоциональный момент, он, конечно, мне помог сегодня, вот у меня есть полная гармония с самим собой, я могу публично это сказать, что я очень счастливый человек, потому что на самом деле, а что такое счастье для человека, да, в чем смысл этой жизни, ну, в личном плане добиться успехов, то есть, чтобы у тебя была семья, дети, внуки, то есть, у меня это все и так есть, слава Аллаху, вот, но чисто так в амбициозном плане, в общественно-политическом, личном, карьерном плане, вот когда у каждого человека есть амбиции, ну, я наверняка тоже амбициозный человек, но надеюсь, они у меня здоровые амбиции, но в плане того, что я получил полное удовлетворение, потому что я видел поражение в Первой Карабахской войне, я сегодня увидел победу, то есть, я увидел завершение, если завтра придется, так сказать, встречаться там на небесах с кем-то, я буду довольно спокойным, то есть, я в принципе морально удовлетворен, я, конечно, хочу жить и видеть много чего хорошего, да, и свадьбу внуков, и победу Украины, и много чего другого, да, то есть, я это хочу, другое дело, я хочу вам объяснить, насколько это важно для отдельно взятого человека, и насколько это важно перевести на целое общество, и я это ощутил в своем обществе, поверьте мне, я когда вот общался, я довольно много общался, я почти три недели был там на родине, можно представить, вот я и Карабах проехал, я даже никогда не думал, что я в Шуше так популярен, и в Карабахе, там мало людей сегодня, да, то есть, я имею в виду, они возвращаются, там идет огромное строительство, восстанавливается этот весь регион, дороги, аэродромы, дома, гостиницы, вы даже не представляете, что сегодня творит Азербайджан, на самом деле там, это восстанавливают, 30 лет там, это все было в ужасном состоянии, да, вот как Хиросима, как Магасаки, и сегодня вернулись хозяева к себе домой, это все восстанавливается, и у меня была эта возможность, я не только в Баку был, я и там был, поэтому, когда я это все вижу, я вижу, какая консолидация сегодня у азербайджанского народа, у нас сегодня идет возрождение новой нации, вот мы сегодня, Азербайджан, Азербайджанская нация возрождается, вот как политическая нация, вот именно сегодня, несмотря на то, что 30 лет независимости, да, вроде у нас она есть, но эти 30 лет независимости, это знаете, когда вот у человека есть болезнь, заноза какая-то, или головная боль там болит, сердце болит, или где-то гноит, что-то в этом роде, вот эта карабахская тема, она у нас 30 лет, все годы независимости она была именно такая, мы ее вытащили, эту занозу, и теперь она у нас рано там немножко осталась, это рано от того, что мы огромное количество жизни положили. Самых лучших ребят, молодых ребят, которые город Шушу вообще, может быть, не видели, понимаете, жизни. Но они пошли за этот город, отдали свои жизни. Это же с 92-го года она была под оккупацией. Вы можете представить себе, сколько лет прошло, да, 31 год. А там погибали ребята 25-30 лет, вот в этом возрасте, да? А можно, господин Юнус, маленький вопрос, он мне кажется, очень важный в контексте того, что вы сейчас говорите, извините, я вас перебила, но мне кажется, это очень важно. Сейчас вот очень многие же говорят, ну что такое земля? Главное же люди. И вот в этом смысле я вот вот вы сейчас продолжите, но я все-таки хотела бы, чтобы вы тоже подумали на эту тему. Мы просто сейчас очень часто это слышим. Это вот очень важный момент. Вот смотрите, когда говорят родина, что такое родина? Вот для меня, вот я сейчас вернулся туда, я ощутил, что такое для меня родина. Родина это и язык, и культура, и музыка, и традиции, и вероисповедания. То есть это все. Но это и место, где ты родился. Это твои родители в первую очередь. Это родители твои в первую очередь. Родители предавать нельзя. Родители, они тебя могут воспитать и в палатке, и в хибарке, и в каком-нибудь большом особняке. Разницы никакой нет. Родительская любовь, это совершенно другое. Твое детство. И это все, оно, это и есть земля, это и есть стены, это и есть, где ты вырос. Понимаете? И там у тебя и первая любовь возникает. Все это ты с этим связаны. Можно поменять. Я вот сейчас пришел, например, Азербайджан. Город Баку, это современный Дубай. Это небоскреб. Он совершенно другой. Ну, основа этого города, вот это мой любимый старый город Баку, плюс крепостная стена, которая, тысячи лет, девичьи башни. То есть это все основы этого города. И тут же витают души людей, которые тут же жили, творили, влюблялись, растили детей из поколения в поколение. Это и есть родина. Это та же и земля. А как это можно? А если этого нет, тогда кто ты? Где твоя вот национальная идентичность? Я вот живу сейчас в Америке. Это страна мультикультурализма. Прекрасная страна. Здесь все есть. Но здесь много чего того, что мне не нравится и что мне не хватает. Может быть, потому что я здесь не родился. Я приехал сюда, мне было уже 43 года. Я сформировавшийся человек, понимаете? Я приехал сюда when I came in United States, I didn't speak English at all. Это он? Это он? Игорь, это он? Вы выучили английский просто вот с самого начала, вот так блестяще? Дело в том, что у меня немецкий был базовый и в школе, и в институте. Но дело в любом случае, любовь, уважение, подчеркиваю, уважение к любой стране начинается с языка. Театр начинается с вешалки, уважение начинается с языка. И тот, кто хочет проявить свое уважение к любой стране, он должен знать язык, хотя бы на каком-то обычном уровне. Потому что это когда идешь, сдаешь на гражданство, то же самое ты должен там знать определенный уровень английского языка. Поэтому чем больше ты будешь знать, тем лучше. Вот, например, если я с вами разговариваю, вот я вам приветствие передаю на украинском языке, вам же приятно. Если кто-то украинский, кто-то скажет на азербайджанском языке, мне это будет приятно. То есть вы таким образом проявляете уважение, любовь. Понимаете, это очень важные моменты. Поэтому когда вы меня спрашиваете, земля, конечно, она стоит. Она, конечно, если вдруг из-за этого приходится вдруг ставить перед выбором, если становишься эмигрантом, у тебя нет другого выбора. Ну, если у тебя нету сил, возможностей, ну, ты живешь в душе с надеждой того, что ты это вернешь. Потому что если ты не будешь жить с этим, ты ее никогда не вернешь. Вот я могу сказать за себя, за нас, за азербайджанцев. Я 30 лет жил с этим. Я 30 лет, я всю жизнь жил с этим. В этом был мой смысл жизни. И именно вот смотрите, я эмигрировал из страны несправедливо. Несправедливо, да ни за что. Я уже не возвращаюсь к этому, потому что я это перевернул. Это перевернутая для меня страница. Почему? Потому что если выше, повыше это. Вот как вы говорите, это Родина. И она меня объединила со всеми теми, кто виноват в том, что я эмигрировал. Вы понимаете? Я перевернул эту страницу. Обида в жизни, все прощения, оно и есть все прощения. Нужно понимать, что важно. И я надеюсь, эти люди, которые имели какое-то к этому отношение, они тоже наверняка понимают и ошибки. Потому что мы поняли, какие ценности повыше. И мы объединились, и мы спасли свою Родину. Понимаете? И мы стояли вместе. И нация это увидела. Вот именно это очень важно. Понимаете? Я когда ходил по городу, вот общался, я видел, что люди именно этому большое внимание уделяли. Что вот я не озлобился. Я не стал выплескивать обиду, как я много всего не вижу, например, и в украинском информационном пространстве. Это в огромном количестве у вас это есть. Потому что вы не понимаете, что вы творите. Вы не понимаете, у вас пожар дома идет. И вот у нас, мы это поняли. И в азербайджанском обществе вот эта консолидация, она стопроцентная. Поверьте мне, она стопроцентная. И особенно она очень важна, когда это происходит вот между людьми, которые вот оказались по разную сторону баррикад в силу определенных политических обстоятельств. И они сегодня объединились. Это и объединило нацию. И представьте себе, я приезжаю и вот посмотрите, какой момент. Я три месяца тому назад в эфире от украинского канала одного, я взял, сказал о том, что моя самая большая мечта побывать в Шуше и увидеть флаг в Ханкянде. Я это сказал три месяца тому назад. И я сказал, что я верю в это, и это очень скоро произойдет. И вот представьте себе, ну я же не Настрадамус, я просто живой человек, но я верил в это. И я это заявил. И можете себе представить, когда я оказался уже в Карабахе, когда я был уже в Шуше, еще флаг в Ханкянде не был повешен. То есть и ночь через, на другой день, на другой день, когда я уже вернулся в Баку, меня пригласили на концерт Тюрксоя. Это у нас в Баку проходило 30-летие Тюрксоя. Это культурное, Министерство культуры всех тюркоязычных государств собрались у нас в Азербайджане. 30-летие отмечали, там они большой такой праздничный концерт был. Я там также сидел с моим другом Джалмаширом Кулиевым, нашим знаменитым композитором, который написал вот этот Марш Победы, вот который парад был вчера, под этот Марш Победы. Это мой 30-летний друг. Я горжусь именно этим, что у меня есть такой друг. И вот он написал Марш этого Тюрксоя. Я с ним сидел в зале. И можете представить себе, мы когда сидели в зале, и вдруг объявляют и показывают. В данную минуту президент Азербайджану удружает флаг в Ханкянде. Можете себе представить, весь зал встает, люди плачут. Я живой свидетель этого процесса. Я сижу в зале. Я, который был 21 год в эмиграции, и вот так получилось, что я оказался в этот момент на родине, не просто где. Я в Баку, и вот вместе с моим народом вот я это вижу воочию, с живыми глазами. Это и есть момент о счастье. Вот ради этого и стоит жить. Понимаете? Поэтому я почему так подробно вам это объясняю? В это надо верить. Вот вы будете верить в это? Вы победите. Если у вас будут сомнения на этот счет, и вы начнете вбрасывать в информационное поле Украины вот эти нарративы такого типа, типа давайте проведем президентские выборы, парламентские выборы, там в Америке как-то так смотрят на это, легитимность, вот эти все глупости, статьи всякие, Шустер, Мустер, вот это все, весь этот мусор, который вбрасывает с утра до вечера, поверьте мне, вы не победите. Вы проиграете. А если вы выборы проведете, это считаете, что вы проиграли. Вы проиграли не только то, что у вас оккупировано, вы их никогда не вернете. Если кто-то вам будет говорить, вот Азербайджан тоже готовился к этому. Да, мы готовились. Нам не дали других шансов, потому что на тот момент, я вам объяснил 30 лет назад, какая у нас была ситуация. У вас сегодня ситуация получше. У вас сегодня получше ситуация. Вас поддерживают. Не так, как вы хотите, но вас поддерживают. Вы уже стали субъектом международной политики. Увеличивайте свою субъектность. Не давайте слабину. Не слушайтесь никого. Никого, кто вам говорит, вы должны быть членом коллектива. Нет, вы не должны быть членом коллектива. У вас должна быть своя повестка дня. Если в том коллективе, который вас поддерживает, есть моменты, которые совпадают с вами, берите. Если не совпадают, сопротивляйтесь. Говорите нет. Никаких переговоров. Освобождение своих территорий. Помогаете? Хорошо. Спасибо. Не помогайте. Мы будем искать других людей, которые нам будут помогать. Азербайджан это делал. Нам помогли. Посмотрите, кто? Турция и Израиль, которые сегодня, опять же, бодаются друг с другом. Но они на теме Азербайджана не бодаются. Пакистан. Весь остальной мир был против нас. По сегодняшний день они, скрипя зубы, признают нашу эту победу. Но мы же на это начхали. Мы же верили в это. Вот когда 10 миллионов вместе объединяются. У тебя есть союзники, у тебя есть армия, у тебя есть нация, которая готова отвоевывать эту землю. Что сделает США? Что сделает Франция? Что сделает Россия? Что сделает Иран? Вообще вместе. Они будут считаться с этим. Никуда они не делают. Они что, войной пойдут на международное право? Они же сами говорят, что это территория Азербайджана. И они же говорят, что это Крым и Донбасс, это территория Украины. То есть в этом плане. Поэтому вы не допускайте этих разговоров. Зеленские с заложным поругались, поссорились. Вот я вчера сказал, могу сегодня повторить. Если они слушают ваш канал, а вы популярный журналист, уважаемая Людмила, пускай они возьмут, пятиминутный ролик сделают Зеленский и генерал заложный. Сядут, чай попьют, покажут друзьям, врагам и всему миру. Нет между нами ничего. Два года их ссорят, два года хотят вбить Клин, потому что этого допускать нельзя. А очень много же людей, которые ведут хайпы. Я смотрю на эту всю российскую либеральную тусовку. Они этим занимаются. Они этим занимаются. Дождь, телекомпания, Юлия Латынина и огромное количество проходимцев. Это вы должны понимать. В азербайджанском информационном поле не было ни одного из них. Ни одного армянина вообще у нас не было. Мы воюем с Арменией. Что они будут делать в нашем информационном пространстве? Вы воюете с Россией? У вас российские либеральные эти самые, даже если они, как они говорят, против Путина. Против Путина это не значит за Украину. Понимаете? Запомните это, дорогие украинцы. Поэтому усиливайте вашу субъектность. Смотрите на Азербайджан. Берите военный опыт. Это военные должны брать. Как мы освобождали город США. Как мы использовали современные технологии. У вас должна быть асимметричная война, как говорит Агиль Рустам Задей. Вы должны понимать, у вас 40 миллионов и 140 миллионов. Разницу должны ощущать. Кроме этого общество у вас должно быть консолидировано. Без консолидации общества. У вас на бумаге военное положение, а в реале военного положения нет. На одной части оно есть, на другой части этого нет. 24 часа в сутки заводы, фабрики должны работать, как во время Второй мировой войны. И олигархи, и простые бизнесмены. Все общество должно этим заниматься. Военно-промышленный комплекс у Украины был номер один в советское время. Куда он делся? Куда он делся? Да, то, что было до этого, ошибки, это мы все это знаем. Но сегодня вы должны все поставить на эти рельсы, понимаете? Никаких выборов в стране. Цензура строгая. Военная цензура должна быть и в средствах массовой информации. Никаких разговоров о демократии. Какая демократия во время того, когда у тебя дом горит? Кто вам это вбивает? Вот это кто-то вбивает в голову, да, это специально говорят. Это враги украинской государственности. Кто бы он ни был. Вы должны это все понимать. Вот в Азербайджане этого не было. Вы же смотрите на нас. Как мы победили? Спрашивайте. Вот я вам говорю, мы так и победили. То, что касается дальше, что мы будем делать, когда вот это все мы восстанавливаем, все сделаем. Да, конечно, мы уже будем строить новый Азербайджан. Мы строим новый. Мы понимаем, что есть вещи, которые и надо будет менять точно так же. Но опять же, мы это будем делать сами. Потому что мы уже этим донайцам, дары приносящим, которые 30 лет рядом с нами не были. Мы будем слушаться только тех, кто рядом был с нами. Кто на самом деле в трудную минуту принес нам стакан воды. Понимаете? Этого момента же надо понимать. Поэтому извините, что я так подробно это сказал. Потому что это очень важная тематика, дорогая Людмила. Вы понимаете, вы идете тем же путем. И если какой-то человек, например, болел депрессией, прошел через эту депрессию. И он, и тут вдруг болеет его близкий человек. Украинец. И у него такая же проблема. Что я должен изобретать велосипед? Я должен ему сказать, как у меня это было? Какие ощущения были? Как я вышел из этой системы? То есть врача ананил? Какие лекарства принимал? Какие у меня симптомы были? Зачем изобретать велосипед? А если я начну не говорить это, а вы пойдете к какому-то другому врачу или к другому дяде, который даже не испытывал эту депрессию, он даже не знает эти симптомы. И он начнет вам рассказывать совершенно какие-то глупости. Опять же, преследуя свои личные корыстные интересы. Будь то немец, француз или американец. Понимаете? Потому что мы же видели 2008 год. Мы видели 2014 год. Я видел Карабах. Вот это все, 30-летнее вот это все. Поэтому я им никому не верю. Все иногда думают, вот о чем он живет в Америке. Так случилось, что я оказался в этой стране. У меня здесь дети выросли, у меня здесь внуки родились, внучка родилась. То есть я уже здесь. Меня вынудили к этому. Но это же не говорит о том, что я должен закрывать глаза на это все. И только от того, что американский паспорт у меня я должен говорить. Только вот хорошее. Как я могу это только хорошее говорить? Во всем виноват именно то, что происходит сегодня на постсоветском пространстве. В первую очередь Соединенные Штаты Америки. В том, что происходит на Ближнем Востоке, виноваты Соединенные Штаты Америки. То, что сегодня в турбулентном мире сегодня. Почему? Потому что развалили Советский Союз. Победили. Так меняйте правила. Почему в 91-м году вы эти правила не поменяли? Почему вы сегодня заводите разговор? Вот Байден говорит, в ближайшие 4-5 года мы будем менять правила. Вот будут новые эти правила. А кто вам мешал 30 лет назад, когда ни Россия не была та Россия? Ни Китай был не Китаем. Кто вам мешал это делать? Почему вы этим не занимались? Вот результат. И поэтому, когда мы хотим понять, что происходит сегодня, мы должны сначала изучить без знания уроков этой истории. Как говорил тот же Кульчевский, да? Историю не учат. Историю наказывают за незнание уроков истории. Господин Юлик, вы стали говорить о том, что происходит в мире. Давайте поговорим об этом более детально, потому что сейчас мы с вами на самом деле действительно очень долго не виделись. И мы даже с вами не виделись, когда уже начался этот конфликт на Ближнем Востоке. Ситуация выглядит следующим образом, что в последнее время мне приходилось очень много слышать о том, что дестабилизация может быть не только вот в Украине, не только на Ближнем Востоке, но и еще какой-то третий регион. И некоторые эксперты называют Южный Кавказ, что кто-то захочет снова разжечь там какую-то войну. Я надеюсь, что этого не произойдет, но тем не менее. Как вы понимаете, вот эти процессы, которые сейчас происходят? Потому что эти процессы, создается такое впечатление, что они происходят с одной стороны очень медленно, а с другой стороны происходят очень быстро. И очень сложно понять, что с чем связано, причинно-следственные связи и многое другое. Единственное только, что мы стали чаще слышать от представителей той же самой Америки и Белого дома о том, что теперь они осознают, что это глобальные процессы, что это глобальные конфликты, и Украина, и Израиль – это часть одного глобального какого-то конфликта. И даже вот помощь, которая планируется выделяться, ее же тоже как Украине, Израилю, Тайваню, да, и на южную границу. Вот это очень интересный момент, как вы понимаете, что происходит. Я понимаю, что вопрос слишком общий, но тем не менее, мне просто интересно, как вы выстроите вот эту свою схему. Я поэтому и не хочу его детализировать. Ну, он не то, что общий, он правильный вопрос с точки зрения геополитики. Потому что геополитика, она охватывает всю планету, и ежели на этой планете происходят какие-то форс-мажорные процессы, мы должны, как вы правильно сказали, найти причинно-следственную связь. И давеча я уже в ответе на первый вопрос вам уже сказал, что после развала Советского Союза были совершены самые главные ошибки, потому что причинно-следственную связь надо искать именно там. Именно там. Ежели тогда, после развала Советского Союза, когда весь мир после Второй мировой войны жил по правилам Ялты, там, или подзамы, как хотите называйте, вот, хотя сейчас говорят обычно именно Ялту называют, поэтому хотят Ялту, вторую Ялту, да, сделать. Поэтому мы должны понимать, что правила 45-го по 91-й год, вот, нравится они нам, не нравится, они были, история не имеет сослагательного кладения, да, она была сделана, и до 91-го года худо-бедно они существовали. Они вот избрали пятерку стран, ну, сначала четверка была, потом Китай поменялись с тем же Тайванем туда, ну, вот эта пятерка стран, они были вне закона, я сразу говорю, они вне международного права, то есть на них международное право не распространялось, им дали каждому право вето, и они этим пользовались, они этим пользовались, устраивая войны, в основном это, конечно, Советский Союз и США, и они эти войны, Камбоджа, Вьетнам, Африка, Латинская Америка, по всему миру, один раз они напрямую столкнулись лицом к лицу, это был Карибский кризис, да, они также это разрулили, потому что они понимали, что тогда ядерная война, только у них были, это ядерное оружие, да, поэтому они быстрее договорились, потому что они понимали, что победителей в этой войне не может быть. И до 91-го года это просуществовало, вот этот мир просуществовал. Все остальные страдали, кроме них двоих. И в Советском Союзе военно-промышленный комплекс был номер один, и в США военно-промышленный комплекс был номер один. Просто плановая экономика не выдержала конкуренции с рыночной экономикой. Это уже закон развития человечества, если начинать там изучать с первобытного строя до наших времен, все понимают, что капиталистический способ экономики, он намного сильнее, чем коммунистический способ экономики, да, та же плановая хозяйство, тот же Китай, реформами того же Дэн Сяопина, лишние тому подтверждения, да, какой был Китай во время культурной революции, Мао Цзуден, и каким он стал. Поэтому, ну, раз Советский Союз вы развалили, победили, и что вы сделали в этот момент? Вот что вы, ну хорошо, вы не боялись ядерного оружия, вы не хотели развала этой страны в географическом плане, да, вы позволили только от них отделиться вот этим при Балтике и Союзным Республикам, да, но Россию сохранили в этой географии, передав ей полномочия на постсоветское пространство, исключив оттуда страны Балтии, допустим, и ядерное оружие, все оказалось на этой территории. Расписали новые правила, вы с кем расписали эти новые правила? Советом безопасности, с чем, вы ни с кем, это расписал новые правила Клинтон с тем же Ельцином, да, ну сначала это Буш-отец собирался это делать с Горбачевым, не получилось, так сказать, они увидели, что Горбачев уже хромая утка, Ельцин вроде бы сильнее, общественное мнение на его стороне, то есть, типа, Борис-то неправ, и он стал тем царем современной России, и они работали с ним, закрыв глаза на все то, что он творил, вот, и он начал за здравие, кончил за убавление, закрыли глаза на все то, что было при нем, потому что вся кровь, которая лилась, вот по сегодняшней, это началось при нем, это именно при нем, потому что он был президентом России, то, что было при Советском Союзе, это при Горбачеве было, правильно, но если вспомнить Карабах, Бишкекский протокол, 94-й год, Ельцин, Павел Грачев, Абхазский конфликт, Южно-Осетинский конфликт, Приднестровье, это все Ельцин, генерал Лебедь один из активных людей, который принимал в этом участие, и в Баку, и во всех других местах, поэтому потом он стал еще секретарем Совета Безопасности, то есть я к тому виду, что Запад это все видел, я уже не говорю, Первая Чеченская война, Первая Чеченская война и то, что творилось там, да, когда это все мы видели, как велся тогда себя Запад, точно так же, как он стал вести себя, и потом, когда пришел тот же Путин, а Путин каким образом пришел к власти, потому что вынудили Ельцина, спецслужбы, которые сделали после развала Советского Союза шаг назад во времена Горбачева, они не поддержали Горбачева, они понимали, что корабль тонет, им надо сохраниться, они дали этот корабль на отмашь, то есть после этого все сделали вокруг того же Ельцина, дали его вперед, и вокруг него они все полностью контролировали, а потом, когда Маур сделал свое дело, Маур должен уйти, они пришли к власти, вы видели, Ельцин среди кого выбирал, Примаков, Степашин и остановились на Путина, Путин это дал просто гарантии личной безопасности семье того же Ельцина, да и по сегодняшний день их выполняет. Запад это все не знал, прекрасно знал, Запада это устраивало. То есть Запад уже тогда, из Соединенных Штатов, когда мы говорим Запад, что такое Запад? Это Соединенные Штаты Америки, что такое Евросоюз? Это Соединенные Штаты Европы, созданные теми же американцами, понимаете? Это все было, потому что когда было противостояние Советского Союза и США, Варшавский договор, это что? Советская армия. НАТО это американская армия. Совет экономической взаимопомощи, которая в Москве там стоит, где сейчас мэрия Москвы. Это что такое? Это Россия, это Советский Союз, однозначно. И общий рынок, это тот же Соединенные Штаты Америки. Потому что и план Маршала, и все современные Европы, это все, они это все делают. И сегодня, когда вот все это происходит, если Америка не вмешалась бы, Америка вмешалась бы на 5% в эту войну российскую, украинскую, на 5%, и она посмотрите, как консолидировало и Евросоюз, и НАТО, которые 20 лет были в разброде и шатании. А почему они в разброде и шатании? Потому что Америка не занималась этим, отписала это немцам, французам, итальянцам, ну как главным экономикам той же Европы, да? А Великобритания вроде была засланного казачка тех же американцев, да? Засланный казачок, потом они оттуда и ушли, да? С того же Евросоюза. Потому что англосаксы, они всегда были вместе. Вы это понимаете, и сегодня они также, и в вашей тематике, у них совершенно другая политика, нежели у того же Евросоюза. Поэтому, когда это все ты понимаешь, ты начинаешь понимать причину-следственную связь. То есть вина всего того, что сегодня происходит на постсоветском пространстве, нерешенность этих всех конфликтов, их загнали вовнутрь, она должна была когда-то проявиться. И если американцам удавалось загонять ее вовнутрь, то есть я имею в виду вот период во время Ельцина, я перешел, да, вот эти абхазские, южно-осетинские, Пренестровский, Карабахский конфликт. И они загнали это вовнутрь. Приходит Путин, спецслужбы. Точно так же поступили в 2008 году, в августе, с Грузии. Точно так же поступили в 2014 году с вами. Загнали эту проблему вовнутрь, да. Точно так же они и на Ближнем Востоке, когда 2015 год, та же Сирия. Точно так же они и в Ближневосточный конфликт. А если уходить в Ближневосточный конфликт, уже сколько лет есть решение Совета безопасности на создании двух государств. Когда был Советский Союз и Соединенные Штаты Америки? Ну создали. Почему не решили этот вопрос? Ну потому что было противостояние Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Советский Союз создал Организацию Освобождения Палестины. Надо же смотреть, надо посмотреть, когда была создана Организация Освобождения Палестины. Кто был там ее главным этим самым? То есть мы должны же понимать, и когда ты начинаешь понимать, и Ясер Арафат, и вот Организация Освобождения были созданы, ну Лубянки, именно были создана после вот этого Ялты, после Второй мировой войны, когда это все было сначала создали Организацию освобождения Палестины, потом Курская рабочая партия также была создана это в противовес, это в противовес Курская рабочая партия была создана против Турции Организация освобождения Палестины была создана против Израиля, почему? Потому что Турция и Израиль были глазами и ушами США в этом регионе вот против них как раз где-то после Сталин начал, а после Сталина это сделал Хрючев. И эта тематика была вбрашивалась туда. Я это для чего веду, чтобы вы понимали. Когда в первый раз в советское время тема так называемого армянского геноцида была вброшена. 64-й год, еще Хрючев был. Хрючеву через несколько месяцев сняли. Хрючевым она была вброшена. Почему? Это против Турции. Потому что тема уже пошла. Потому что Турция активизировалась. Турция одна из активных членов НАТО. База Инджелик и все. Они в Гюмри усилили свою базу. Это надо все знать. Это история. Это недавняя история. И когда мы видим это противостояние, должны изучать противостояние США и России. Советского Союза. И США победила. Ну мы же победили, как будто мы говорим. Ну так надо было моментально брать эту территорию под свой контроль. Географию сохранить могли. И могли сделать все то, что над чем вы сегодня ломаете головы. Аналитические центры. Вкладываете бешеные деньги. И там, и там. А потом вы начинаете здесь говорить, что в Америке уже 35 триллионов американского долга. То есть вот это причинная следственная связь. Ищите именно там. И сегодня как я вижу. Пришло понимание. И это опять же это понимание еще не на таком должном уровне. Сказать, что вот весь истеблишмент это понял. Например, первым сигналом этого СОСа было недавнее письмо. Вот где-то месяц назад. Найдите его. Оно в интернете есть. Роберт Гейтс. Министр обороны. Бывший министр обороны США. Он при двух администрациях был министром обороны. И при республиканцах, и при демократах. Это редкий случай. Насколько человек профессионал и как к нему хорошо относились и те и другие, что они оставили его на этой должности. Он написал 14 или 15 страничный сигнал СОС к американскому политическому истеблишменту. Куда мы катимся? Что мы делаем? То есть вот то, что происходит сегодня в мире, вот то, что я вам сказал, вот то, что я вам говорю, он это все там это описал. И плюс он провел параллели с войной России против Украины, с тем, что происходит на Ближнем Востоке, предтечи Третьей мировой войны, тайваньская тематика. Он это все объединил. И Америка должна сегодня здесь играть активную роль. Поэтому пора перестать здесь глупостями заниматься. И плюс он именно сказал о том, что и американский истеблишмент должен меняться. Потому что опять нас, американцев, ставят перед выбором. Трамп, Трамп, Байден. Байден, Трамп, понимаете? И тот и другой недостойны быть президентами США сегодня. Вот мое мнение, как американцы. И об этом многие говорят в Америке, большинство. Просто опять ставят из двух зол, надо выбирать меньшее. А эти риски, кто будет их решать? Вот кто будет сегодня вот эту предтечу оставить предтечи, чтобы она не вылилась в Третью мировую войну? От того, что вы туда отправили на Ближний Восток, Средиземное море эсминцы, и то, что сумели временно пока локализовать это, это же не говорит о том, что проблема решена. Вы опять ее загоняете вовнутрь. Потому что нерешенность этой проблемы, это пороховая бочка. Вот, например, у нас на Южном Кавказе мы решили, вот эта карабахская тематика, это же не просто так, мы решили, они сейчас все, скрипя зубы, это признают. Азербайджан с Арменией подпишет мирный договор. Армения с Турцией подпишет мирный договор. И вот тогда у нас на Южном Кавказе есть гарантия мира, потому что замуза вытащена. А какая может быть мирная гарантия на Ближнем Востоке, когда не решен главный вопрос, по которому вы когда-то договорились? Значит, нужно решать этот вопрос в корне. В корне. И каждый из них имеет право на существование. И Израиль как государство, и Палестина. Вы же это все сделали. Так почему вы этого не делаете? От того, что вы эсминцу туда отправили, это не говорит о том, что смерть израильских детей, она так же болезненна, как и смерть арабских детей. Виноват в этом, опять же, не Израиль и Палестина. Это не Израиль-Палестинский конфликт, вот то, что сейчас происходит. Это не арабо-израильский конфликт. Это конфликт Израиля с Хамас, подчеркивают. Палестина в этом вопросе, я имею в виду западный берег реки Ордам, Махмуд Аббас, в этом не принимают участие. Египет границу не открывает. И Ордания точно так же ведет себя осторожно. Они понимают, они не хотят разрастания этой тематики, потому что они все так же виноваты в этой теме. Но виноваты, в первую очередь, постоянные члены Совета Безопасности. На голосование. На голосование. Кто поддержал Израиль? США. Кто выступил против? Россию и Китай. Понятное дело. А кто поддержал Россию и Китай? Франция и Германия. Франция и Германия. А Великобритания воздержалась. Вот, а потом начинают все говорят, а как проголосовали маленькие страны? Оставьте эти маленькие страны в покое. Потому что эти маленькие страны никак не влияют на решение Совета Безопасности ООН и на ближневосточный конфликт. Ключая и Украину. Понимаете? Как вы будете? Вот на месте посла Украины я вообще вышел бы из зала. Так же, как все остальные. Оставил бы этих постоянных членов Совета Безопасности. Сказал бы, вот только вы и решайте. От того, что 120 проголосовало, 150 проголосовало. Ну что, есть какой-то результат? Нет. Потому что вето накладывает Россия, вето накладывает Соединенные Штаты Америки. Вот и все. Надо их оставить от пятерых в комнате и сказать, вот разрулили же этот конфликт, который вы сами же и создали. А когда идет вот такая истерия, нагнетание, я задаюсь вопросом. Это чья война? Это война Азербайджана? Нет. Это война Украины? Нет. Азербайджан ведет себя довольно правильно в этой ситуации. Азербайджан ведет себя очень правильно в этой ситуации. Потому что Азербайджан следует фарватере того же ООН этих решений. Мы открыли посольство в Израиле. Мы через два дня открыли представительство в Палестине. Через два дня открыли там в Палестине. Потому что мы выполняем резолюцию Организации Объединенных Наций. Мы признаем существование этих двух государств. У нас есть обязательства перед Израилем. Наш военно-политический союзник. Мы поддерживаем Израиль в гуманитарной сфере. Все это видят. И кроме этого, у нас есть политическое отношение к решению Совета Безопасности ООН. Поэтому гуманитарную помощь сегодня точно так же Азербайджан туда отправляет. То есть мы держим дистанцию. Потому что это не наш конфликт. Но мы ведем себя согласно этому уставу ООН. Так и все должны вести себя. Но от нас мало чего зависит. И от Украины мало чего зависит в этой ситуации. А когда кто-то начинает сразу задаваться вопросом. А вот эта страна так ведет. А Турция вот то сказала. А вот этот Атас сказал. Забудьте про это. В Турции митинг прошел. Так такой же митинг. Полумиллионы прошел в Лондоне. Во Франции. В Соединенных Штатах Америки. Здесь в Вашингтоне. Почему? Потому что мусульманская тема. Арабская улица. Арабская улица везде есть. Она и в Турции. Там 5 миллионов беженцев. Арабов, которые там есть. Вы понимаете? Поэтому это надо понимать. Но никто же там не влезает ничего. Слова риторика это одно. Заметьте. А никто не влезает. Никто туда не влезает. Никто не хочет этим заниматься. Все только пришли, вокруг стоят. А там внутри происходит человеческая гуманитарная трагедия. Поэтому вы, украинцы, должны тоже дистанцию держать от этого. Потому что у вас дома пожар идет. Вы должны сначала понять, что за пожар у вас. Кто виноват в этом. Что зависит сегодня от вас. А что не зависит от вас. Если от вас это не зависит. Копии здесь не ломайте. От вас не зависит от того, что, например, Конгресс как примет решение по поводу финансирования. Потому что это зависит от конъюнктуры здесь внутри. И они примут никуда не денутся. Более того, вы сможете влиять даже на это. Потому что держите дистанцию. Не держите никакую сторону. Ни республиканцев, ни демократов. Потому что и те, и другие виноваты. И те, и другие будут на вас спекулировать. А сделайте так, чтобы им было выгодно на вас спекулировать. Им было выгодно финансировать. Поэтому вы финансирование свое получите. Можете на эту тему не беспокоиться. Здесь какие бы варианты ни крутили, они будут на это пойдут. Они или пойдут по одному варианту. А бюджет все равно утверждает. А в бюджете там 30-40 миллионов для Украины записано. 30-40 миллиардов на год. А этого достаточно. Кроме этого, если этот вариант не проходит, отдельный вариант будет до конца года 11 миллиардов. Этого тоже до конца года вам достаточно. Плюс 5 миллиардов, которые сегодня есть в Пентагоне. Этого достаточно. Потому что они надеются до конца года. Потому что если бюджет будет утвержден, все, нет никаких проблем. Я уже не говорю о том, что на черный день есть еще Лед Лис. На черный день. Это если его нужно будет. Поэтому вы не думайте. Здесь в Америке двупартийная поддержка Украины, она осталась. Просто идут спекуляции на эту тему. Они идут спекуляции. Просто вы их не привносите в ваши информационные поля. Вам это не нужно. Вам эти статьи Шустер-Мустер, они не нужны. Я четыре недели не был в эфире. Почти месяц. Я посмотрел, промониторил. Ужас. Вы целый день на эту тему вы говорите. Понимаете? Значит, кто-то это бросил туда. И вы начинаете с утра до вечера. А зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Вот у меня в Азербайджане ни одного армянина не было. За эти четыре года ни одного не было. Более того, российские так называемые вот эти ура-патриоты точно так же туда не выходят. Только допускаем только тех, которые выйдет и скажут то, что нам надо для общественности Азербайджана. Всех остальных идите говорите на российских каналах, где хотите. Но на территорию Азербайджана мы не пускаем вас. Это наше информационное поле. Это наш дом. Вы же не приглашаете в гости тех людей, которые вас не уважают, не любят. Зачем вы их будете приглашать в гости? Они вам испортят настроение. А эти, которые вбрасывают эти нарративы, они же портят вам настроение? Или они правду говорят? Латынина правду говорит? Нет. Боровой Константин правду говорит? Нет. Эти все. Для чего их приглашать? Они с утра до вечера на ваших всех этих каналах. Да, есть, может быть, там пару-тройка приличных людей, но их тоже не надо приглашать. Приличные люди, но их тоже не надо приглашать. Это априори правило должно быть. Потому что это представители вражеской страны. Они пускай занимаются своей страной. А почему они своей страной не занимаются, на вашу территорию пошли? А, типа у вас демократия. Так ведите военную цензуру. Ведите военную цензуру и уголовную ответственность за все то, что будет проходить в информационном поле. И закончите разговор о демократии, о свободе слова. Какая демократия, о свободе слова, когда идет война? Это государственное преступление. Я вам говорю, как человек, который прошел через это. Я был в правительстве и в парламенте. Я своими глазами видел, как рвали начальство мое Азербайджан. У нас, помните, июньский переворот был 93-го года. Сурят Гусейнов, ставленник Москвы. На танках вот так с фронтов армию снимали. Тот или иной полевой командир. И вот сейчас у вас то же самое хотят сказать. Да, да, выборы сделаем, и все полевые командиры начнут выходить оттуда, отсюда. И каждый начнет пробивать свое место в парламенте и в радио. И что останется от Украины? Ничего. Войну проиграете, вообще не будет больше Украины. Вы этого хотите? Поэтому понимайте, что вы делаете. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.